всем привет спасибо вам за то что вы здесь за то что пишите комментарии за то что поддерживаете канал материально самое главное за то что вы любите музыку и интересуетесь ей чем могу помогу в основном помощь моя заключается в том что я показываю какие-то пластинки и советую их послушать но может быть кто-то не слушал ему это пойдет на пользу в любом случае недавно я прочитал интервью брайана мая о гитаристах и о гитарах он говорит о том что игра на гитаре это замечательная штука и хороша она тем еще помимо всего прочего что все люди разные и что каждый играет по-разному и в этой связи но невозможно и глупо рассуждать о том какой гитарист лучше какой гитарист хуже я очень много читаю комментариев подобных этот лучше этот хуже этот гений этот недогений на самом деле полная ерунда потому что брайан мэй великий гитарист великий это так я не люблю это определение но тем не менее известны до уважаемые и никто не будет спорить что это замечательный музыкант говорит что все люди разные у каждого своя манера у каждого своя идея у каждого свое желание свое видение и слышание музыки и поэтому сравнивать гитаристов кто лучше кто хуже это ну это абсурд это не имеет смысла совершенно все гитаристы играют по-разному и сравнить разную музыку сказать одна музыка лучше другая хуже но невозможно и брайан мэй говорит о корте кабейне и о многих многих многие и а стиве вайе одновременно что этот гитарист и другой гитарист и кабейн записал массу интереснейших гитарных штук интереснейших которых никто другой не записал никто другой не придумал важно какую музыку после себя оставляет человек они то с какой скоростью он играет но к вопросу скорости к аврус комментариев комментарии очень полезно для меня потому что я иногда забываю достать полки какую-нибудь пластинку интересную и показать ее и вот один из зрителей написал комментарий о лари кори или я с большим удовольствием показываю пластинки лари кори у меня их несколько потом покажу другие например фарри лэнд замечательный альбом но сейчас разбираю футбой тоже 71 год как и фарри лэнд но и не скажу что она мне нравится больше чем фарри лэнд они примерно одинаково мне нравится просто я достал первым достал вот эту настоящее американское издание толстый картон промокопия даже у меня вот такая вот пластиночка 71 год блестит и как часто бывает с американскими пластинками оригинальными пахнет у меня есть несколько таких пластинок кросс бестелс наш янк оригинальное издание оригинальный картон он со специфическим запахом таким приятным надо сказать ничего страшного нет приятный запах лари кори абсолютно его лицо интеллигентный такой мальчик в очках практически ботаник да и кто бы мог подумать что этот ботаник играет музыку настолько зверскую настолько безумную отвязанную и даже пугающие иногда что но не вяжется это с его внешним видом ну как ну как может такой паренек играть абсолютное зверство из гитары выжимать невероятные совершенно звуки и играть умопомрачительной скоростью сумма помрачительной вопросу скорости хорошо это или плохо это нормально каждый играет по-своему одни играют быстро другие другие играют медленно дэвид гилмор играет медленно никогда не играл быстро многим очень нравится он хороший очень гитарист да у него прекрасное звукоизвлечение чуткость тонкость понимание но мне не очень нравится его игра потому что на мой взгляд он достаточно однообразен единственное что конечно пластинку пинклойт названием animals он выйдет вытянул на себе за это ему огромная признательность огромное большое спасибо но про animals я поговорю отдельно потом когда будет настроение сейчас лари кориал 71 год bearfoot boy пластинка записано в нью-йорке в студии electric lady режиссер эдди крамер то есть вспоминаем джимми хендрикса сразу же и здесь на этой записи здесь всего три произведения на пластинке gypsy queen the great escape и call to the higher consciousness обращение к высшему разуму к высшему сознанию вспоминаем джимми хендрикса и первая же вещь gypsy queen 12 минут пьесу написал гавар забо сабо простите венгерский гитарист замечательный музыкант прекрасный композитор исполнитель все такое да но вот эта самая gypsy queen она переработана лари кориалом сыграна без бас-гитары без контрабаса и сыграна в таком бешеном темпе с таким драйвом с такой скоростью с таким полетом с такой агрессией что мало с чем можно сравнить может быть можно сравнить с песней группы deep apple fireball это другой жанр другой звук друга в другой смысл другие другая подача другое все но джипсы queen побыстрее будет побыстрее будет бешеная перкуссии конги валивают просто вылетают вперед раскат такого гороха по металлу даже не гороха небольшого диаметра пушечных ядер которые один за другим из пулемета не пушка тире пулемет они вот так дужу по железному листу вот так вот несутся и несутся очень ритмично ровно на протяжении всех вот этих 12 минут правда в конце там ритмическая основа на ритмическая структура меняется они перестают лететь так вот ритмично один за другим а немножко дают сбои пулемет дает сбой вот но это просто ошеломительно сразу ставишь иглу на пластинку и и понеслось вот этот дикий безумный ритм лари кориал играет подкладочный риф на гитаре с бешеной скоростью тоже вслед за этими пушечными ядрами куда-то уносится это все дело барабаны естественно помогают конгом и вот эти барабаны с конгами они просто как как это вообще сыграно совершенно не пьяну состав такой лари кориал гитара понятно стив маркус тенор саксофон лорес киллиан конги и рой хайнс ударные еще харри вилкинсон перкуссия вместе с конгами там не только конги там еще и мелкая перкуссия и много явно такой у сантана я такого не слышал при всей любви моей к ритм-секции сантаны и к самому сантане и к музыке сантаны такой ярости такого такого драйва я не слышал то есть тут задается конечно в полный рост врубается саксофон несколько фраз таких весьма традиционных читаемых а потом начинается полет сознания в стиле я не люблю этого говорить в ключе наверно джона колтрейна хотя джон колтрейн играл по-другому не так с другим звуком но здесь в ту же сторону в том же направлении то есть модальная вот эта история импровизационная с дикой яростью с флажолетами с хрипением с пением с выходом из тональности со входом в тональность обратно и и и просто безумие просто безумие и очень быстро конечно и ты такое лицо сделал как будто мне не нравится мне нравится очень быстро и перехватывает его наконец продолжая продолжает звучать записанный риф подкладочные гитарной баса нет запомните напомню и врубается лари кори и здесь уже мы слышим все мы слышим это что лари кори очень любил джимми хендрикса и при этом очень любил джона маклафлина и вот это все вместе джимми хендрикс и джон маклафлин в игре лари кориева и с обработочкой и с перегрузе ком из вау-вау и с метанием по каналам по панораме летает гитара туда-сюда и такие звуки адские просто все очень быстро иногда быстро пассажи читаемые да иногда просто вот это и тут даже помимо джона маклафлина и джимми хендрикса встает тень сида бар это где-то 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 далеко потому что космические космические гитарные дикие звуки один критик я прочитал недавно написал что такое ощущение что вся группа под руководством лари кориева пробирается через джунгли и когда дело доходит до того что уже не продраться через них лари кориева достает мачете начинает прорубать путь своим товарищем с помощью мачете с помощью гитары а потом когда налетают комары гигантских размеров страшных лари кориева начинает их мачете рубить со всех сторон и вот этого трубка ближе к концу она в звуке выражена потому что возникает такой структурированный хаос управляемый хаос как модно нынче говорить когда играет и гитара вот с этим адским звуком с этими адскими приемами которые придумал лари кориева хендрикса даже такого не было безумия тут же сверху саксофон подключается с с приветом джону калтрейну и все это вместе и нагнетается и перкуссии барабаны все это динамика поднимается 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 и нужно все вот это все вот это гигантские комары со всех сторон налетели а мы их рубим вместе с кориевым в мясо просто обливаясь этой самой субстанции которые вместо крови у комаров но потом все продрались через джунгли и приходим к следующей пьесе the great escape здесь уже появляется бас-гитара в одном источнике написано что здесь играет на вас гитаре сам кориева в другом собственно на пластинке написано что приходит мэрвин бронсон с бас-гитары я не знаю кто прав кто не прав я думаю что было и так и и так потому что как происходило студийная запись никто кроме музыкантов веди крамера не не знает я думаю что басист пришел попозже просто и подключился в какой-то в одну из в один из дублей но это уже немножко поспокойнее это уже такой среднетемповый фанк с блюзовой основой гармонической саксофон хороший риф и кориев играет педалью край baby внятную совершенно блюзово блюзово джазовую историю очень приятную начинается все с аккордовой история а потом уходит в одноголосое соло в перемешку с саксофоном и в общем небольшая передышечка передышечка перед вот этой пьесой которая на всю сторону идет 20 минут длиться call to the high consciousness к высшему разуму что это такое это абсолютно свободный джем виртуозных музыкантов которые прекрасно друг друга слышат прекрасно взаимодействует но основа прописана все равно этого джема конечно это не мы не просто сели в студии ну давайте чего-нибудь сыграем ну чего-нибудь хочу а ну давай ты начиная мы ты начиная мы подпоем как в одном фильме а иван васильич меняет профессию нет основа прописана но тут все по полной схеме начинается тихонечко спокойненько а потом понеслось и полеты саксофона и полеты гитары с дикой скоростью и здесь уже хендрикс ушел остался только джон маклафлин если вы любите музыку джона маклафлина то услышите похожие ходы похожую манеру безумные дикие тремоло с невероятной скоростью такие астинатные фразы с той же невероятной скоростью и подъем по аккордам вверх куда-то 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 в космос улетает вся эта история но потом возвращается и остается в джеме снова соло на барабанах прекрасная бас-гитара замечательная соло на фортепиано подтянулся здесь человек еще с которым корио много работал майкл майкл мэндалл и и в общем всем сестрам по серьгам 20 минут и слушать абсолютно не скучно а безумно интересно потому что вот эти вот вот это вот хождение по дебрям джаза тире джаз-рока а корио считается одним из основателей музыки который называется джаз-рок если кто не знает наравне с майлсом дэвисом с джоном маклафлином с чеком корея с херби хэнкоком лари корио один из столпов этого направления но здесь он безумствует по полной схеме и если кого-то отпугивает слово джаз то рока здесь гораздо больше чем джаза в основном здесь конечно гитарные безумства высшие пробы просто ухо радуется душа поет и мозг разваливается на части поэтому я пойду пить чтобы его собрать вместе обратно пока